Сотрудники Лабытнанского следственного отдела разбираются в обстоятельствах гибели человека. Уголовное дело возбуждено по статье 111 Уголовного кодекса России. Обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности, смерть человека предъявлено мужчине. С подробностями моя коллега Светлана Кель. Скажите, сколько вы удары нанести по тебе вешенному? Пять. На допросе обвиняемый ведет себя спокойно. Активно сотрудничает со следствием. Мужчина осознает, что с его богатым криминальным прошлым явка с повинной будет единственным смягчающим обстоятельством на суде. По характеристикам чувства он всегда агрессивен. И ранее уже отметил, был неоднократно судим за тяжкое преступление. В том числе по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. И он просто, ну, я не мог ничего с собой сделать. Ну, таким способом, как бы, да, решил проблему. Проблемой для обвиняемого стал его приятель. После совместного распития спиртного он попросту не смог найти с ним общий язык. Разрешить это недоразумение кухонный боксер решил с помощью кулаков. Не рассчитывая своих сил, он наносил оппоненту удар за ударом. За смертельным нокаутом наблюдали участники застолья. Они, к сожалению, все находились в состоянии алкогольного опьянения. То есть не стали придавать особое значение. Так, ну, думали, между собой они разберутся. И когда, значит, уже, получается, они поняли, что он скончался и вызвали скорую помощь, но уже, к сожалению, уже не было возможности спасти ему жизнь. Понятно, что дожидаться на месте преступления бригады врачей, а вместе с ним и сотрудников полиции, мужчина не стал. Обвиняемого в совершении тяжкого преступления оперативники задержали спустя двое суток. Самое интересное, что буквально летом прошлого года житель города освободился из колонии. Спустя четыре месяца он вновь отправился в места не столь отдаленные. Пока ведется следствие, особо опасный рецидивист находится в сезон. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное».